Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Домашний очаг с Мариной. Сегодня у меня следующее видео задание для работы в зоне кухни. Зона сегодня у нас будет достаточно агрессивная, скажем так, по работе. Это зона печки, печка, вытяжка, духовка, получается весь вот этот комплекс. Пожалуйста, начинаем мы с вами работу с верхней зоны. Обратите внимание на свою вытяжку, на свои фильтры. Если они у вас не бумажные, не угольные, пожалуйста, снимите фильтры, замочите их в моющих средствах. Ну вот, или как я вам советовала, очень хорошо мне нравится кальцинированная сода. То есть в большом количестве воды растворяем кальцинированную соду, замачиваем наши фильтры. Обращаем внимание, не бумажные. Или если вы сменные меняете, то вы вот эту пластину замачиваете заранее. И с помощью щётки, которая должна быть у вас обязательно такая вот, как щётка для одежды, и вот, или полы мы моем, и вы очень хорошо вымываете весь угар, который накапливается у вас при работе, ну вот, когда вы жарите или что-то печёте. Поэтому сегодня вытяжка у нас особое-особое внимание. Используем точно так же средства, которые предназначены для мытья вашей вытяжки. Это могут быть и стеклоочистители, или просто обычные моющие средства с губкой, с пеной. Вы хорошо вымываете. Опускаемся с вами ниже. Это уже непосредственно или панель варочная, которая у вас находится, или непосредственно сама печка. То же самое. Вы могли заранее залить или водичкой панель варочной, или рабочую поверхность печки, для того, чтобы оно немножечко отмокло. Сейчас есть очень много специальных средств, которые действительно вот вы угобкой намочили, и буквально 3-5 минут все остатки очень хорошо отходят от варочной панели. И вы потом просто или губкой, или салфеткой, или даже бумажной салфеткой вот это всё протёрли, выбросили в мусорное ведро, и у вас уже печка достаточно идеальна. Обращаем внимание на то, что работу мы производим в перчатках, защищая руки, потому что обычно это самые активные и агрессивные средства. Используются для мытья именно печки. Если у вас достаточно много готовится блюд в течение недели, или вот на выходные, или вы работаете, а у вас, например, дети дома сами готовят, или что-то разогревают, или взрослый человек бывает по неаккуратности что-то разлил или разбрызгал, и вы приходите с работы, очень нервничаете, но как же я вот сегодня помыла печку, а вы приходите вечером или завтра, она опять в таком же забрызганном состоянии. То я вам хочу сказать, успокоить свои нервы, оберечь своих домашних, близких, а бывает и сами очень мы неаккуратно что-то варим, или оно убежать не успели, мы проконтролируем. Купить вот такие пластины для защиты кухонной плиты. Они стоят достаточно недорого, я уже их использовала. Эти пластины сделаны из фольги, но мне они нравятся, потому что они создают такой блеск, своего рода печки украшают, скажем так. И ни я, ни мои близкие, никто не напрягается по поводу того, что там где-то что-то неаккуратно на печке или убежало, или рассыпалось. Поэтому такие пластины, если у вас особенно большая семья, или вы много готовите, они действительно незаменимы. Весь мой канал направлен на то, чтобы мы организовывали свой быт очень быстро и легко. Поэтому прислушайтесь к моему совету. Или вы можете просто вот так лист фольги простелить. И там в конце недели, или по мере загрязнения, вы всё это собрали, протёрли вот губкой, опять расстелили, и у вас и в семье спокойно, и вы не нервничаете. И теперь, конечно, мы опускаемся с вами к духовке. То же самое. Протрите стекло, протрите внутри духовки. Обязательно все ручки, которые предопределяются на печке. Для этой цели вы можете использовать старые зубные щётки. Очень хорошо ручки промываются. То есть моющее средство. И вот так щёточкой потёрли по ручкам газово. И они у вас тоже будут идеальны. Сегодня у нас такое достаточно, как я сказала, агрессивная зона. Это зона огня. Поэтому, пожалуйста, обратите на неё внимание. И я вам советую всё-таки использовать перчатки. И если вы пользуетесь кислотными такими средствами для очищения печки, пожалуйста, берегите дыхательную систему, для того, чтобы не получить химический ожог. И мы с вами записываем принадлежности, которые нужно купить для зоны печки. Я говорила, это может быть фильтры для вытяжки. Нужно поменять под купель. Запишите средства для мытья печки. Разные есть фирмы в разных странах. Поэтому обязательно именно панели. Моющие может быть вам средства. Нужно губки специальные. Для того, чтобы отличать, где губка, посуду мы моем. А где мы моем с вами. Ну вот такие агрессивные поверхности. Если вам понравилось моё предложение, запишите в список купить такие пластины. В каждой стране не по-разному, но они есть в продаже. В этот же период мне бы хотелось, если у вас достаточно ещё будет времени, обратить внимание на свои кастрюли и сковородки. Если вы располагаете ещё временем в 15 минут в полчаса, пожалуйста, приведите в порядок именно посуда, которая предопределяет именно приготовление на печке. Сковородки, печки, жаровни может быть такое. Поэтому каким способом вы можете их помыть, помойте. Ну а есть такой старый способ. Берём большой объём воды. Эта миска должна быть достаточно с большим количеством воды. Добавляем кальцинированную соду. Можно настругать туда хозяйственное мыло. Всё туда располагаем. Кастрюлька в кастрюльку, кастрюлька в кастрюльку. Ставим на огонь, включаем до кипения. Потом оно остывает. А нет, можете сразу доставать и губкой вот так протирать. У вас посуда именно для приготовления пищи всегда будет идеальна. В это же время я бы вам советовала просмотреть чашки, тарелки. Всё щерблённое, надбитое или негожее, скажем так. И он может быть избавиться от него. А может быть просто записать в список, что-то подкупить. Выполните его. И мы с вами завтра закончим работу в кухне. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!